Здравствуйте, уважаемые трейдеры! В предыдущем видео мы рассмотрели некоторые элементы монетарной политики центральных банков различных стран, в частности, их действия по изменению ключевой процентной ставки. Сейчас будет описана торговая стратегия, которая основана на процентных ставках. Трейдеры, которые заключают сделки на основе фундаментального анализа, довольно часто используют стратегию, которая называется «Кэрри Трейд», и как раз основана на разнице в ставках ЦБ между странами. В основе данной торговой системы лежит очень простой аспект. Нужно занимать средства в стране с меньшей ставкой процента и вкладывать полученный капитал в странах с высокой процентной ставкой по аналогичным инструментам. Для примера рассмотрим Японию, которая характеризуется крайне привлекательными условиями займов на протяжении многих лет, учитывая низкую ставку процента, которая в данный момент по решению регулятора является и вовсе отрицательной и призвана дополнительно простимулировать местную экономику. Итак, крупные участники рынка, в отличие от небольших частных инвесторов, имеют возможность брать суммы в долг, например, в Японии под 1% годовых, и покупать, предположим, казначейские облигации США, которые приносят уже 2% годовых и являются одними из самых низкорискованных активов. И если оценивать влияние этих сделок на валютный рынок, то можно сделать довольно логичное заключение, что доллар США будет дорожать относительно японской иены при прочих равных условиях, так как спрос на американскую валюту увеличится. Ведь мы покупаем облигации в США за доллары, а для этого продаем иену, в которой изначально занимали средства. То есть можно сделать довольно простой вывод. Валюта той страны, в которой больше процентная ставка, будет расти относительно валюты страны с меньшей процентной ставкой. В этом и заключается стратегия Carry Trade, которая оставалась стабильным и надежным источником дохода в долгое время. На графике доллар-иена мы можем видеть подтверждение того, что это работает. Например, до начала ипотечного кризиса в США в 2008 году доллар укреплялся. Затем последовало снижение, так как иена является защитной валютой, которая растет в период нестабильности на финансовых рынках. И впоследствии, после того, как ситуация в мировой экономике несколько улучшилась, мы вновь увидели удорожание американского доллара. Отметим, что на протяжении всего этого времени процентные ставки в США были выше, чем ставки в Японии. Исходя из этого примера, нужно усвоить, что важно учитывать еще и дополнительные факторы, помимо разницы в ставках между странами. Например, ситуацию в мировой экономике и тех странах, валюта которых мы используем для торговли. Также для реализации стратегии Carry Trade не подходят валюты со слишком большой разницей в ставках. Возьмем график пары американского доллара и бразильского реала. Несмотря на то, что ставка в Бразилии во много раз больше, чем в США, доллар очень серьезно укрепляется на протяжении последних лет по отношению к латиноамериканскому конкуренту. Связано это с нестабильной ситуацией в Бразилии, что делает инвестиции в этой стране довольно рискованными для больших денег. Напомним, что процентная ставка больше 6-8% говорит о повышенных темпах инфляции в стране и препятствует стабильному потоку инвестиций. Поэтому для реализации стратегии Carry Trade подойдут валюты стран с относительно низкой ставкой и более-менее стабильной экономической ситуацией. Например, японская иена, швейцарский франк, австралийский доллар, британский фунт, а также новозеландский и канадский доллар. Отметим, что стратегия Carry Trade может реализовываться и на слухах о предстоящем повышении ставки. Самый яркий тому пример – масштабное укрепление доллара США по отношению практически ко всем основным валютам. На протяжении последних месяцев из-за спекуляций насчет решения ФРС в декабре и вероятном повышении ставки. Например, сейчас мы видим график евро против американского доллара и видим, насколько сильным было укрепление американской валюты в последнее время. Подводя итог данному видео, отметим, что торговая стратегия Carry Trade остается актуальной и в текущих рыночных условиях. Поэтому ее, конечно, стоит использовать особенно для среднесрочных и долгосрочных сделок, а также учитывая общий макроэкономический фон, который сопровождает потенциальную сделку. Величину процентной ставки в той или иной стране можно без труда найти в интернете на одном из информационных ресурсов и на основе этой информации принять решение о том, какую валюту покупать, а какую продавать. Надеемся, данное видео было вам полезным. Всего доброго!